Миграционную службу снова обязали стоять штампы в справках переселенцев. Соответствующее постановление приняло правительство. Однако не все ведомства готовы возобновить процедуру. При этом тысячи вынужденных мигрантов остались не только без соцпомощи, но и без пенсии. Наши журналисты разбирали ситуацию. Кристина Переселенка из Макеевки сама воспитывает двоих детей. Вернуться в родной город мать-одиночка не может. Дом разрушили снаряды. Красноармейская семья живет второй год. За это время уже трижды съезжали со съемных квартир. За однокомнатную приходится отдавать больше двух тысяч гривен. Такая арендная плата для женщины не по карману. А с марта макеевчанки перестали платить и так называемые переселенческие. Женщина говорит, соцработники все еще проверяют ее статус. На данный момент идет проверка. В черном списке ей или нет, мне такой информации дать не могут. Сказали, ожидайте. Вас проверят, обработает база данных и будет какой-то ответ положительный либо отрицательный. Старшей дочери Любви не только перестали платить соцпомощь, но и пенсию по инвалидности. Сами вынужденные мигранты и список, почему попали в список псевдопереселенцев, не знают. Любовь уверяет, за два года ни разу не пересекали линию разграничения. Она вообще никуда не ездит. Она больная, у нее шизофрения, куда ее повезут. Ничего не дали, ни пенсии не дали, ничего не дали. А мне дали тысячу, я боюсь с ней прожить на тысячу. Работники пенсионного фонда Красноармейска уверяют, восстановить выплаты Любви и ее дочери можно. Для этого переселенцам необходимо подтвердить фактическое место проживания на территории подконтрольной Украине. Проще простого человеку обратиться в управление социальной защиты, подтвердить свое место проживания в городе или в районе, обратиться к нам с заявлением. Мы восстановим выплату. Так сделала Анна, но выплаты ей все равно не восстановили. Переселенка уверена, деньги не платят из-за нового постановления правительства. Без отметки миграционной службы управление соцзахисту не имеют права начислять переселенческие. На данный момент миграционная служба не ставит эти штампы, а управление соцзахисту не продляет. То есть на сегодняшний день мы остались совершенно без денег к существованию. Миграционной службе объясняют, ставить отметки не могут, поскольку это противоречит предыдущему постановлению Кабмина. Документ отменял наличие штампов в справках переселенцев. Решить юридическую коллизию предлагают отметкой в паспортах. Изменения пока в постановку Кабмина никакие не внесены. Мы можем проставлять штампы временной регистрации, но не на справки переселенцев, а в паспорта. Согласно, если это устраивает вам для выдачи и оказания помощи, мы можем люди регистрировать. Чтобы поставить регистрацию в паспорте переселенца, необходимо согласие владельца арендованной квартиры. А временно прописать у себя вынужденного эмигранта решится не каждый. Да и сами переселенцы на новую, хоть и временную прописку не соглашаются. Люди тоже боятся в связи с регистрацией, как им там пересекать, ездить домой и не утратят ли они статус темчасового переселенца, если у них будет регистрация, стоит же паспорт. В управлении труда и соцзащиты говорят, помочь переселенцам тоже пока не могут. Ожидают разъяснений к новому постановлению Кабмина. Коализия в том, что постановок Кабмина действует, мы не имеем права их не выполнять и назначать без штампа миграционной службы мы не имеем права, никакие виды державных допомог. И поэтому проблемы безусловно есть, но мы ждем, что все-таки постановок Кабмина внесется изменение в ближайшие дни. На данный момент в Красноармейске зарегистрировано больше 10 тысяч переселенцев. Возобновят ли им выплаты, неизвестно. Ольга Славиана, Телеканал Донбасс.